Треть от числа граждан, обратившихся по земельным вопросам в Департамент по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя, получают отказ на свой запрос. Исполняющий обязанности директора ДИЗО Рустем Зайнулин рассказал, из-за чего чаще всего люди не могут оформить землю. Достаточно много еще у нас земельных участков не поставлено на кадастровый учет. И вот основная причина отказов, когда обращаются за такой услугой, именно через полосица, несводка, накладка данных земельных участков. То есть, если на пальцах объяснить, вот земельный участок, он там, координатные точки у него есть, заходит с этой схемой и он накладывается на иной земельный участок, который уже поставлен на кадастровый учет. И это основная причина отказов. Иногда земельный участок попадает на красные линии или земли неподходящего назначения. В ДИЗО наличие такой ситуации в Севастополе объясняют в первую очередь низкой квалификации большей части местных кадастровых инженеров. Эти самоучки почему-то не пользуются актуальными геоинформационными данными, которые находятся в открытом доступе. Поэтому прежде чем заказывать кадастровые работы, Рустем Зайнулин советует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров на сайте Севреестра. Всего мы оказываем 21 государственную услугу. Большая часть это услуги в сфере земельных отношений. Ну и несколько государственных услуг, в том числе самая популярная в сфере имущественных отношений, это по выдаче выписок из реестра госсобственности. Для того, чтобы в дальнейшем обращаться за услугой по приватизации или социальному найму в департамент Капстроя. Так как причиной отказа часто становятся недостатки в предоставленных заявителями документах, в департаменте советуют предварительно получить разъяснение от специалистов. Для этого сотрудники ДИЗО проводят бесплатные консультации в четырех отделениях МФЦ. На проспекте Героя Сталинграда, улице Ливаневского, вокзальной и генерала Острякова. Также получить консультацию можно в департаменте по имущественным и земельным отношениям, предварительно записавшись на прием. Получить государственную услугу по оформлению земли или имущества можно, предоставив пакет документов тремя способами. Лично в любой из МФЦ, дистанционно отправив заявку через портал госуслуги.ру или почтой с описью вложения с уведомлением о вручении в адрес департамента и заверенной нотариусом подписью заявителя.